Поднялась дружина великая, зачищать древний род, землю русскую, засвистели всякие стрелы острые, засверкали булаты тяжелые, заблестели шеломы железные, зазвенели кольчуги плетеные, на щитах калаврат, ясно солнышко. Фестиваль «Битва на Воже» в Рыбновском районе проводят с 2003 года, и все эти без малого 20 лет он визитная карточка этих мест. Вспомнить о ратных подвигах древних рязанцев, к Глебову городищу едут все без исключения, и взрослые, и дети. Историческая основа реконструкции вторжения хана Мамая в Рязанское княжество. Весной 1378 года ордынцы предприняли карательную экспедицию, в ходе которой разгромили Нижний Новгород. Затем, получив подкрепление, татар-монголы пересекли Волгу и появились у нас. Ордынцы сожгли Пронск, штурмовали Рязань. Наша земля снова умылась кровью. Казалось, что началось новое вторжение Батыя, и за Рязанью последуют и другие земли. Но князь московский Дмитрий Иванович вовремя понял грозившую опасность, лично приспел со своей ратью на южную сторону Оки и встретил татар на берегах ее правого притока реки Вожи, в верстах в 15 от Переиславля Рязанского. 11 августа 1378 года ордынцы перешли Вожу и вступили в бой. Сам великий князь пошел в контратаку с главным полком. Ордынцы не выдержали прямого боя и побежали обратно за реку, а наши стали преследовать их, рубя и коля, и великое множество перебили их, а многие из них в реке утонули. Так пишут летописи. А на реке супостата встретила русская судовая рать. Это был полный разгром. Войско противника было уничтожено почти полностью. По традиции ордынские полководцы сами в бой старались не вступать, командуя с безопасного места. А здесь погибли все ведущие командиры. Все побросал. Орда бежала! Оставив юрты и шатры! Разгромлен враг! Глебово городище, предполагаемое место той славной битвы, стало центром фестиваля. Традиционно здесь располагаются торговые ряды, фудкорт. На ярмарке можно приобрести сувениры и товары народных промыслов, а также позабавиться от души. Адрес, если я тебя подбью! Покатывайся, я убью! Кульминацией всегда была и остается реконструкция побоища. Воины и с монгольской, и с русской стороны демонстрируют гостям, как это могло быть почти 7 столетий назад. И неизменно вызывают восхищение. Мы на мероприятии вообще на этом первый раз. Нам вот с детьми очень понравились конные скачки, конные упражнения, соревнования. То есть очень историческая реконструкция, приближенная, наверное, к тем временам, векам. Очень важно, потому что, во-первых, у нас очень мало таких мероприятий. Очень приятно на такие мероприятия ходить с детьми, потому что как бы все организовано, все доступно, все понятно, все очень весело в том же. И очень интересно, между прочим. Во все это окунуться, как приятно. После битвы на Воже русскому воинству предстояло еще много сражений с татаро-монголами. Много еще крови пролилось на русской земле. Но битва на Воже воодушевила народ, уставший за долгие годы татаро-монгольского гнета, как продолжает вдохновлять по сей день. Продолжение следует...